господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешу номер 310 события дня притча соломона 16 7 когда господу угодно пути человека он и врагов его примеряет с ним очень важный стих за 17 октября 2016 года и далее ролик напоминаю посмотреть кто желает посвящается всем ушедшим из православной церкви михаил кальмаев вот так названием просто зарядите юхтуб по-русски и она выплывет и далее как бы к эпиграфу два места из священного писания о женщинах сераха 42 14 лучше злой мужчина нежели ласковая женщина женщина которая стыдит до поношения разговоры с женщинами еще я ни одной не встретил которая эти стихи могла бы процитировать и знает как будто никогда не читали и нашел я что горше смерти женщина потому что она сеть и сердце ее силки руки оковы добрый пред богом спасется от нее а грешник уловлен будет ею еще одно место надо было поставить здесь вот это вот прям эпиграфом женщинам вот сейчас посмотрю найдет это не каноническая вот этот я перенесу сюда сейчас это как эпиграф к женщинам разведенкам и прочим я брал интервью таких женщин и они верующие верующие сейчас я буду ты это выполняла я да нет я всегда считала что я умнее мужа вот теперь ну как говорится подравнялась подравнялась одна осталась 1 тимофея 2 12 это женщинам всем а учить жене не позволяя не властвовать над мужем но быть безмолвие если кто знает таких женщин даже среди верующих дайте мне знать я хотел бы поговорить с ней откуда она этому научилась мне рассказывали что в школе был урок какой-то кто для вас является примером с кого писать образ как маяковский писал и одна девочка написала или сказала и подняла руку или не знаю и говорит бабушка моя бабушка а что она но это я не могу рассказать но лучше бабушки нету почему как она поступает она дедушки никогда против слова не говорит никогда и у них всегда между собой хорошие отношения молчанов дольше брак сохраняется учить жене не позволяю павел не позволяет туда какие доказательства нужны а тогда учительница и говорит так бабушка у вас наверно верующие она гряда она молится это в советское время еще было вот ответ не верующие спрашиваю не верующие у верующих это может быть и то редко дайте знать не властвовать над мужем не подкаблучниками его делать но быть безмолвие безмолвие вот крейсер и санателем николаевич толстой говорит как спорили считает газету смотри у того собака заняла второе место не первое и это не надо ей надо схватиться и строй начинается потом я уже не могу смотреть как она есть как она чапкает как все она делает все противное делости дальше чем закончилась убил ее крейсера саната считаю лучшее произведение мирской литературе особенно рассуждение ведет он о семейной жизни осадовстве и прочее горше смерти женщина это говорит человеку которая официально было 300 жены 700 наложниц а уж сколько мимо там шло как у князя владимиру то две тысячи было там по именам то никого не знал грешник уловлен будет и здесь по-другому как пример это мать блаженного августина моника никогда с реми не ходила а тоже увлекалась когда-то выпивала и было все бог переменил ни слова ни слова вот фильм о гитлере когда он с рэмом беседует и говорит ну как да ни слова вот это хорошо в фильме показано я все беру чтобы было но просят меня я уже не стал даже цитирую здесь вот то и то и напишите вот отдали дайте ответ и проще я отвечаю у меня нет совсем времени отвечать или писать комментарии здесь из-за давнейшего повреждения нерва в плече левом 55 лет назад писать вовсе неудобно стало проще и быстрее поговорить по скайпу так что заходите предварительно написал внизу запроса когда можно зайти по москве это с двух часов до 16 00 в этом коридоре вот и все как по-латински маленький и гнать и и сзади как буква русская у и гнать и вплотную 10 и гнать и 10 заходите и вот я сразу по болезни хотел сказать вот тут размышления вчера вчера у меня уже рука двигается все что приходил виктор андреевич врач и один раз натер купил какое-то лекарство обязательно надо натирать каждый день нет все я уже заснул заснул я беспокоился что я бывает трое суток буквально не заснуть еще только так чуть подремать а тут я заснул все таблетки он давал давал не так и не взял и жене не разрешил брать иначе она подмешает в пищу все совершенно здоров сегодня почему дать на организму отдохнуть у меня он на пределе натянутый я сразу сажусь на таблетку на спинку вот так вот и все вот я даже показываю тут тебе нельзя показать как я это делаю один хотя бы раз вот это близко слишком здесь от никогда вот я когда совсем организм изнемогает это у меня сумка но она чистая так никуда я вот так накидывая и на глаза господи благослови иногда холодная руки вот так под рубашку его так немножко выверну вот так чтобы руки держались руки друг друга не даже задевать сразу же заснул 15 минут и что интересно вот 10-15 минут и как будто кто-то постучит а я плохо слышу сразу кто заскакивает или звонок телефон никто не звонит тут все время меня будет господь 15 минут все проходит считая там насчитывая что-то сильно устал организм совершенно глаза засыпаются как он в потерявке были припевать начал половина пивнул глотка половина уже по бороде потекло уже уснул не надо брать снотворных ничего не надо работой ни на кого не злись не завидуй не завидую никому благодаря бога за все так вот сразу раз сел все накинул руки под рубашку все уснул какая на мне рубашка что я ел в этом ничего нету я просто решил отдохнуть но маленько глаз оставляю чтобы смотреть что там на экране бывает все заснул это я потом просчитал леонардо да вещи сон должен быть прерывистый 3-4 часа прошло 10 минут там 15 еще 3-4 часа опять столько в общем набирается три часа или два с половиной за сутки но сейчас попробую подряд три с половиной часа поспать и встать что будет у тебя из рук все повалится и вот по болезни вот я расскажу натирает втирание это все идет в тело в кровь на почки везде не хочу но уже все я из не мог разрешил один раз против как за 15 лет за 15 лет одно втирание а до это уже увезли меня в краевую больницу ну там укол сделали вывели из этого состояния поврежденный нерв один мне руку выкручивал кгбшник а другой рванула к низу и видимо счета порвали я не говорю кгбшников может быть даже из других органов был но одеты они военные были тут не до этого было дело в том что и это от бога я и за это я бога благодарю да благословит бог тех людей понимаете как вот но во всем надо увидеть промысл божий вас от пикает это заходят по скайпу просятся вот сколько время сижу сколько сейчас и за это время уже два сигнала поступило еще повторяю обыкновенная тряпка мне это сумка я стараюсь лишний раз не брать обыкновенная вот она вот у меня из материи военные там что-то шьют и мне директор рт и хромов анатолий петрович дал мы нашили ребятишкам все сумочки разные все поскочил ух долго лишний спал то сразу не посмотрел и сразу вот три святое и что поклонов господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную поклон должен быть такой чтобы рука пол могла достать не православных они что-то там по-другому я не знаю как но это я правило такое знаю и вот я сегодня болезни попутно сказать стихотворение вырвал свое прочитать она не стихотворение проповедь стихах а напротив строки место писания откуда взятого посмотри господи прости меня грешного это тебе и не раз и не два говорил грехами от детства богата обвешаны себя презирал белый свет мне казался не мил все стихи у меня пропаде стихах по девять куплетов корю упрекая себя постоянно копаю дотошные в прошлом и в нынешнем рубцы затянулись но шрамы греховные раны для опыта жизни казались не лишними вот как какому будь члену на теле рукой прикоснуться чтобы он не стонал и не выл содрогаясь исходы болят и свербить мои утло и устья господь пощади за прошедшие искренне каюсь вот что означает слово устья исходы понимаете ну человек должен тут соображать снаружи на коже на каждой морщинке печать и роспись на пятнах рассыпанных оптом вот они на лице это земля земля зовет к себе видите сколько всего здесь еще и врачи у богатых гляжу там выступает академик и у него тоже самое да морщинки печать и роспись на пятнах рассыпанных оптом умею безмолвно болеть обличай сознаюсь опускаться по шурпу уже не охота шурп поймите что такое где опускается скользил скалолазом нередко по штольням капала сверху мочил из боков и макушку а сколько прелюдий о сколько их сколько где только потрогал на вкус не покушав прости милосердный не скучно ли повесть моя если кому-то от этого польза мне хором кричит интернет что весьма и глажу смеясь и смотрю на мозоли уткнусь ли на отдых смежая ресницы на солнце портянки развесив свои паруса другим не советую видеть что снится дабы не означает не попасть по индюши в просак господь уповая на милость твою на на милость твою и на слово она утешала врачу и глубокие раны за каждым прости проверяю прожитое снова одежду латаю спереди сзади продраны ходил ли летал как казалось добро раздавал ли кому-то мешал развернуться но только к чему о господи раб твой не мусор да будет в отвале прости и прими когда мирно с улыбкой усну 30 сентября 2003 года вот этих свихтворений у меня 3467 вот у меня стоят целые пачки этих ну возьмите лист целый исписанный и практически ни одной поправки нигде нет они пишутся у меня на чистый лист сразу как так не знаю попутно поэтому я к ним отношусь сегодня рассчитаю разбирая и смотрю что за прошедший день большая неприятность я делюсь совета у всех спрашиваю что а вот что кажется сказать то так вот сейчас я покажу чтобы понятно было закрою пока вот посмотрите автозапись вот я автозапись включаю 13 роликов автозаписи ну тут на автозаписи просто ну много много из автозаписи записаны записано в этот раз я вы выставил сколько так 13 автозапись ну вот допустим полгода карантин для ролика прошли слушайте человек с который мы записывали он говорит полгода не выставляйте его уже год прошел я выставляю теперь полгода у меня там какие-то дела он боялся ролик или боялся или что посмотрите я его сейчас за включаю види как он добрый вечер добрый маленько повыше сделайте голову отлично у меня гость сегодня приехал на причастие вон он подходи сейчас увидишь ну-ка садись сюда рядышком вот так надо как-то чтобы вид я выключаю ну понятно все хорошее теперь когда вставлять стали вот вставлять сюда так как как это было то полгода прошло автозапись автозапись полгода прошло сейчас я покажу события выше выше это надо подальше наверно маленькой чуть-чуть пройти сейчас я покажу они уже вставлены и началась а там выше надо было выше выше но вот я больше сейчас я здесь я на тут собрание полгода прошло собрание святой ангел того сергей ушков вот она вот ниже вот-вот-вот а на нижней строке вот здесь где она и найду вот она где а вот теперь смотрите вот она здесь стоит видите под замком 5 просмотров я его включаю посмотрите что видно что человек говорит нету сегодня сразу у меня забраковано 16 роликов и сейчас там обсуждение идет еще программистов подключу что это такое прекрасные ролики интересные люди и и нету уйду теперь все ясно дело что еще то не то вот это у меня неприятность большая и сразу посыпалось звука нет звука нет звука нет это ни один не два 16 больших роликов они просто большие но большие почти по часу прекрасные беседы кто может помочь помогите то есть тут у меня они слышно все нормально я их отсылаю там получают где кто помогает то модератор работают администраторы в разных местах бывает ставят тому я же не один работают там говорит она когда поставили нет поставили я сегодня ночью с двух часов вот вожусь двух часов эта работа сама настоящая так вот относительно болезни я рассказал что лишний раз ничего лишнего отравы не глотать и помочь с этим непонятно просто непонятно что это такое мои ресурсы тут понятно какие это мой мир я сюда все перетаскиваю с youtube а вот опять еще кто-то идет третье уже за время только так дальше православный форум тут очень много последняя чтобы показать как смотрите я не бываю в этих да не то совсем я что делаю это вопросы надо вот где вопрос открыть вот это с контактов мне забрасывает вот они видите сколько я уже показывал вот роликов как раз тут роман вопросы задал как есть я ему ответил вот большой тут грей и шим вот много-много я не знаю тут про этого то было или не было почему я так ответил вот он сейчас мелко очень неплохо видать я сейчас откопирую это прям это ну буквально одна минута тут может быть я сейчас ставлю это вот борт смотрите как это делается вот учетом теперь проще паре на илье по 18 вот теперь я даже делаю все равно все вот он говорит мир вам могли бы вы разобрать во свете библии вот этот текст одного священника почему я это я священник пишет ему я богат тем чем богат я имею только то что у меня внутри много лет я вкладывался в самого себя без какой-либо посторонней помощи то есть никогда не было человека который бы меня продюсировал меня никто никогда не делал никаких инвестиций приходилось расти и добиваться чего-то только самому хотя всегда думал об учителе который бы мог повести за собой но такого человека никогда не попадалось я всегда сам находил людей с которыми мне интересно так когда-то после лекции в красноярске я подружился с отцом андреем кураевым из этой дружбы выросла наше с ним участие в годичной абхазской миссии и дружба с отцом андреем продолжается до сих пор его дом в москве для меня всегда открыт больше трети своей жизни я приобретаю достаточно большом количестве книги чем-то зачитывать что-то считаю фрагментарно что-то оставляя на потом просчитанные мною книги также счастья меня мною самим сформированная это моя культура мыслей рассуждать выбирать никто не может меня вшить иной взгляд кроме приобретенного мною самим люди которые меня окружают это свободные люди которые не связывают себя коллективными паттернами какими-то не знаю что такое для выселения чувств принадлежности люди оказались рядом по зову сердца никаких прагматичных целей рядом со мной достичь невозможно у меня нет никакого официального статуса более того многим известно отношение ко мне со стороны должностных представителей я очень рад именно такому раскладу рядом те кто просто рядом слава иисусу христу это подарок и дар я никак не могу это удерживать у нас нет никаких корпоративных сметафоров и установок кроме отношений дружбы любви одного большого пространства встречи на меня невозможно влиять мои друзья это хорошо знают хоть они никогда не пытались этого делать я всегда свободен выборе каких бы то ни было путей речь идет не об авторитарности а об обратном явлении об умении чувствовать воспринимать то с чем сейчас резонирует сердце авторитарный человек руководствуется страхом и ненавистью я же всегда ищу целостно позитивные импульсы поэтому я никогда не трачу силы на войну с кем-то я не хочу отдавать свою энергию тем кто меня отрицает во мне достаточно светлых интуиций которых я хочу и готов вкладываться мне не интересно противостояние кому-то я принимаю мир таким какой он есть и не собираюсь в этом негативно отрицающем смысле что-то менять жизнь мудрее и больше меня я люблю за эту мудрость ее и учусь ей творчески взаимодействовать поэтому меня невозможно втянуть в любые революционные реформаторские начинания я не против я за мне интересен только другой новый путь я не занимаюсь улучшением старого оно и так прекрасно само по себе это видят также мои друзья во мне они всегда встречают немного нового и другого меня в какой-то момент я выработал для себя внутреннее правило учиться смотреть на себя глазами тех людей которым я по-настоящему дорог видеть и воплощать то что они во мне могут прозреть поэтому я больше не хочу оглядываться на тех кто осуждает насмехается и презирает таким людям у меня есть светлая альтернатива те кто помнит радуется вдохновляет а они узнаются очень просто когда тебя нет они ждут твоего возвращения это значит что нам удалось найти выйти за рамки отношений лестных симпатий стивы и никогда не ждут с надеждой и теплом но я также научился смотреть на себя глазами противостоящих мне своим противостоянием они помогли мне поверить в себя ведь если я воплощаю в жизни нечто что не дает кому-то покоя значит я действительно что-то умею могу и значу как когда-то спел мною любимый кинчев мои песни для мертвых облом я пол жизни мешаем спать но почему-то вот такого меня который вырос только из самого себя кто-то все время хочет присвоить до меня регулярно доходят слухи что я делаю или говорю что то не так будет очень нескромно но я могу сказать здесь только одно если я вас как-то привлекаю перестаньте меня достраивать или уменьшать ведь я привлекаю именно таким каков я есть это просто нужно наконец понять если я превращусь в вашу версию меня я как я вам стану не интересен вы будете любоваться собой во мне значит вы хотите именно этого вот понимаете как вот человек который мне это пишет вот он его написал и говорит так и говорит что разобрать во свете библии вот это текст одного священника почему это я понимаете вот такой тексте только один взял один один текст вот я могу сказать что решил написать об этом сейчас я и покажу какой мой ответ будет это он говорит так вот вы хотите именно этого так я отвечаю на это если это не очередная заказная авантюра против святой библии то дайте знать этому священнику в кавычках если он такое звание еще носит что могу с ним побеседовать по скайпу и разобрать если ему это полезно покажется но вряд ли будет он то высказывать слух разбирать во свете библии тут абсолютно нечего по фразам и даже по половинкам фраз все тут показывает не верующего слову божие и святая библия для него или неизвестна или презираема вот представьте что если человеку этому дойдет и мой ответ как он будет я его достраиваю его мнение интересует не конкретному человеку это говорю а к тому рою навязчивых и оригинальных мыслей его во свете библии тут одно слово можно сказать ложь в двух словах абсолютная ложь каждая мысль вопит против божьего замысла горящим этим самонадеянно кичливым кинчев этот кичливый авантюристическим ведущим к полному разочарованию в этом высказывании уже в недалеком будущем человек такой и будет в массе своей притечи антихриста бог ему не нужен вот это я сказала пояснять я могу каждое слово но его нету и без него я не буду говорить я просто на это высказывание говорю а как откуда-то собранная вот сейчас мы прошли это и кто желает ну сами посчитайте как это вот я беру только повторяю только один от 1 вот он где на моем форуме стоит здесь вот тут я такая ответил мир вам вот она тут уже ответ вышел все где у меня тут надо выйти снова на первую страницу нажать новые сообщения и вернуться в исходное положение ну и вот вайфорум этот youtube открытым оком видеоканал открытым оком вот что сказать представьте 16 роликов и ни один не подает звук здесь они слышны почему ну помогите кто может на данный момент я не знаю и никто пока не помогает ну и у нас сайте есть православный библейский сайт тут можете посмотреть вот какой он тут главное это вопрос и ответы это огромный огромный материал 55 папок просто огромный это я взял из книг своих 38 томов отсюда видите событие одного дня вот сейчас снег выпадает тает а у меня молитва чтобы господь дал окно сухое чтобы подсохло чтобы игорь барабаш и другие земледельцы могли убрать урожай который не убран вот а молитвы хотел сказать сегодня тоже вот смотрите вот сегодня ну вчера мне звонят там на операции идут и просят помолитесь ну я знаю этих людей и другие люди если близкие верующие почему они звонят я стал думать о себе вот у меня повреждение воспалилась опять нервы спалился вот и прошло быстро как-то за три дня почти вот я позвонил всем вот когда на нас роспотребнадзор нападал атаковал детский лагерь мы сообщили все молились и в австралии в америке в канаде в великобритании другие православные там ну разные разные пятидесятники протестанты все молились молились потом серьезно молились круглосуточно молились в монастырях там назначили кому по тысячи поклонов и без монастырей вот так вот непрерывно молиться даже протестанты молились потому дети протестантов в лагере были и господь услышал теперь у меня задача найти судью и отблагодарить подарить книги книги не является взяткой тем более суд закончился уже время прошло никак не могу еще попасть найти пропустят или нет и и повысили судью после этого вот что у меня интересно тоже которые касались моем деле люди и у них биография меняется прям быстро меняется повышает в должности там их и не знаю почему притом вневременно как вот военные я рассказывал тут про акимов майор был две встречи было каждой встречи повышался идет и руки раскинул полковник уже но это к слову сказать а просто замечаю что угоден господу путь мой а те которые злорадствовали что на меня напали но вы видите вас бог не услышал но теперь сознайтесь вы тоже молились чтобы бог разрушил лагерь эти меня осудили ничего этого не было они не закрывали лагерь ничего не делали я рассудил на молитве время пришло 45 лет лагерю ни одного происшествия нет бог дает знак переходим в другой формат вот и все и вот молиться вот тут на считали мы сегодня утреннего чтения евангелия была стражник там сотник прислал саредворец он знал от кого спасение в какой час и он сравнил да от господа а я не знающую молитву бог услышал не знаю это бог так сделал у меня чтобы не было первым делом я всем сообщаю все молятся но внутри себя я каким-то людям определенно еще приду а каким-то больше не приду а может и приду ну то есть как бы думаю что вот их больше бог слышит почему по жизни вот у нас когда бывает что дома была я всегда к маме бежала сейчас серафима гавриловна 90 лет ей она постоянно молится акафисты считает и постоянно молится вот она прибежала вот и я думаю там знал что он иисус сказал из назарета и выздоровел то есть он ему пришел поблагодарить а здесь не знаем мы молитесь не знаем а щуто молитву бог услышал у меня было несколько раз я вылажу из углярки темнота там еще шести часов нету я уголь пошел нагребать не знаю почему володи где-то не было я шагнул через перегородку оттуда и запнулся запнулся и ведро угля кажется в руки я полетел и там стояло еще два ведра и если бы я ударился лицом с налету в атаку представьте край ведра я бы растекся я упал между ними как раз прямо там маленькое пространство и моя голова прямо между ним прошла у меня один раз было такое мы набирали воду там башня на разъезде около потеряевки когда еще не начинали восстанавливать а внизу лежит огромного такая вот я показываю как видно примерно вот такая труба пополам разрезанная ну сваркой там она вот такими вот извилистая железо ну конечно она твердая это же труба труба это не маленькая труба разрезанная а я вверху флягу поставил и отсюда ведром подаю наливаю а там мальчик стоял держал в это время лошадь дернула а я босыми ногами стою на краю этой трубы ну разрезанная труба она корыто для пойла скотам когда скот приходишь а могли напиться вот и фляга опрокидывает и опрокидывает нет не опрокинул сказал просто упала а у фляги у самой внизу ребра на ребрах она стоит и упала прямо возле ноги упала на фляге даже отобразилась если по ноге значит вот это вот место ноги отрубила бы отрубила я по сегодняшний день содрогаясь вижу я стою голыми ногами и в это время падает фляга я стою едва стою так они ноги то режет мне но там повыше я поднялся никак этого не ожидал вот мой ангел хранитель стумел же у меня уберечь вот я об этом говорю вот такие события они как бы еще еще и непонятные за один прошедший день пришел володя вчера рассказывает где он помогал там бабушке приходит племянник как там было то володя ну-ка иди хоть скажи счетом у него курил видимо курок бросил и сгорел дом сгорел сарай все сгорело и соседи сгорели он то ей помогал там что-то везде и приехал уже ничего нету вот какие события как мы должны быть благодарны за мирное тихое время многие не проснулись вчера я одним были свободное время еще раз просмотрел все про жукова георгия константиновича до конца особенно смерть у них у всех одинаково одинаково хрущева перед самой смертью уже хрущев еще попросил даже смешно сказать выпивку попросил водки и огурец ни одного слова нет божественного а мы говорит там даже неверующие в коридоре тому жукова сидели и молились молились а у нас все молятся то есть подробно вот это вот все рассматриваю там документ документы дочь внук выступает у про брежнева вчера еще раз просмотрел сравню какие несчастные люди ничего нигде нету как будто никогда не имели больше всего меня интересуют преступники нацисты вот я все про них смотрю и смотрю все новые которые появляются ролики что имели какую власть чисто сатанинская власть была почему так все у него умно было я отвечаю за то что тронул богоизбранный божий божий народ евреев евреи неприкасаемые за евреев ты можешь только молиться и благословлять чтобы они обратились дай бог мир израилю на первом месте в молитве мир израилю это псалтыри написано не то что я там какой-то юда юдафил или там юдафоб как называет людей нет просто я верю богу а бог сказал благословляющий тебя будет благословен и раз коснулись его и гитлер исчез и сталин исчез не прикасайся к этому народу они всех обобрали они тут все говорят я никого не отрицаю я просто говорю написанное в библии где левашов николай ну сколько где петров константин где которые воевали и что вот я заметил вот эти как их назвать безумцы по-другому никак они все кончают одинаково внезапная смерть беспокаянная абсолютно у всех такой смерти почему бог показывает нормально умирает солженицын нормально академик лихачев но такие люди которые волков я наблюдаю смотрю где потому что они бога не отрицали они молились еще заметил я просто за себя заметил которая выступает открыто против путина ну прямо открыто там вот березовский все исчез он там хотел нанести и там вот немцов внезапно исчезает что это помогает и кто-то ему идти из жизни новодворская как бесилость валерия это хороший человек все нету и все исчезает а зачем трогали зачем когда писание говорит молитесь а вот он такой там эрдоген я молюсь за всех я должен молиться вот события дневные у меня всех концентрируется то что молитва молитва и слово божие молитва это какой этот труд кто голубей напоил тут с кошками люди пришли вот так богу нашему слава вот что я попросил прослушайте и помогите найти этого человека священника и вот особенно меня интересует сейчас что звука нету а как же вы в наушниках наушники у меня только для того чтобы микрофон был рядом они у не может сделать новые наушники и работают почему не знаю но главное что ролики сейчас прямо сообщает один за другим что нет 16 роликов нету все благодарю всех ночью иди сюда иди